День солидарности трудящихся В 19 веке и пришел к нам из-за океана, из Соединенных Штатов Америки, когда тот же самый пролетариат пытался показать свою силу, единство и сплоченность. Идея прижилась, поэтому она переместилась далее из-за океана по всей Европе и дошла до нас, до России, до единства пролетариата. После победы социалистической революции в России этот праздник был скорее днем единения партии и народа. Тогда тоже показывали, что трудящиеся люди всей страны едины со своей единственной и любимой коммунистической партией. Ну а позже как-то этот праздник сошел на нет уже в Новой России и стал днем скорее поминовения коммунистической страны. А теперь это день, считай, день весны и труда, что только с ним не делали, но тем не менее этот праздник так и остался политическим. Теперь можно сказать, наверное, что 1 мая это день демонстрации политических сил страны. Проходят основные партии, потом они проводят митинги, каждый на своей площадке, заявляют о своих программах, о своих дальнейших действиях, о своих, если речь идет о скорейших выборах, предвыборных платформах. Но тем не менее для народа нашего 1 мая так или иначе остался праздником. Правда он не такой, нельзя его назвать полностью народным, как 9 мая, но тем не менее праздник солнца, праздник наступления самого теплого весеннего месяца. В общем, с праздника вас, уважаемые резации. Спасибо, Петру, за вешу, но вы, наверное, поняли, что настроение у меня здесь в студии и у Петра на площади Ленина, оно одинаково хорошее. Вот достаточно просто выглянуть на улицу, увидеть вот это по-настоящему теплое весеннее солнышко, чтобы понять, что, ну, действительно, настроение плохим быть не может. Ну, а наши прекрасные, очаровательные барабанщицы, которые находятся во главе колонны демонстрантов, уже приближаются совсем рядом с центральной площадью города. Итак, праздник весны и труда, день 1 мая. В Рязани начинаются официальные торжества. Очень много российских флагов, очень много государственной символики в этот день в Рязани. Оно и понятно, это наш, это наш российский праздник. Замечательное настроение, еще раз скажу, у всех и на площади, надеюсь, вот во время этого первого нашего такого прямого включения вы почувствовали эту атмосферу. Очень много людей, очень много людей в колонне, вот на общем плане можно увидеть, что она вот сейчас тянется, ну, просто издалека, практически с площади Победы. Мне кажется, еще последние ряды демонстрантов даже не вышли колонну. Ну, по традиции сопровождают три машины дорожно-патрульной службы. В городе сегодня предприняты меры безопасности, вахту несут свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. И большое спасибо им за то, что в этот праздничный день они находятся на работе, они работают, давайте их за это поблагодарим. Ну, а колонна приближается медленно, но верно. И вот уже буквально несколько метров оставилось до того момента, как первые ее ряды вступят на главную площадь Рязани. Итак, 1 мая 2014 года. Рязань, телекомпания «Город», прямой эфир. Впервые за много-много последних лет рязанская телекомпания показывает то, что происходит в центре Рязани в режиме лайф, в режиме прямого эфира. Ну, вот мы видим уже и как бы лозунги. У нас первые можно разглядеть. Сегодня лозунгов будет много. Это лозунги будут, конечно же, патриотические. Потому что 1 мая, еще раз скажу, это наш российский праздник России, наш стиль. Мы сейчас видели один из этих лозунгов. Он действительно такой скильный и очень многоговорящий. Ну, вот он, собственно говоря, главный первомайский момент. Колонна, колонна демонстрантов вступила на площадь Ленина. И сейчас в процесс включатся те наши операторы, которые работают с разных точек. Вот такое по автомобиле ДПС мы сейчас могли, что называется, наблюдать. Ну, действительно, красиво. Красиво, очень красиво то, что происходит. И вы заметили, как в этом году к 1 мая преобразился город. Как он стал зеленый. И, вы знаете, не побоюсь этого слова, чистый. Центр города, ну, мне кажется, в этом году идеален. Ну, давайте послушаем барабанщиц. Какие красивые все-таки девчонки, да? Во главе колонны идут. Ну, действительно. Красота. Сейчас попросим наших режиссеров, наших операторов сосредоточиться на лозунгах, чтобы мы могли увидеть вот эти лозунги сегодняшней первомайской демонстрации. Не, ну, какие девчонки все-таки. Я вот не перестаю восхищаться девчонки, но и парни, конечно. Начинаем праздничную демонстрацию трудящихся города Рязани. Поздравляем всех праздников весны и труда! Здравствуйте! Здравствуйте! 1 мая! День солидарности трудящихся! Участников праздничной демонстрации приветствуют губернатора Федеральной области Олег Павловича Кабаровка почувствовать радость резервной области город Рязани ветеранов и труда! Ура! Приветствуем руководителей Рязанской области и города Рязани. Первомайскую демонстрацию возглавляют депутаты областной и городской думы, сотрудники органов исполнительной власти Рязанской области, администрации города Рязани. За социальное государство и достойную жизнь. Вместе за новое качество жизни. Ура! Мы любим тебя, Рязань! Ура! Вы видели, что на трибуне находится губернатор Рязанской области Олег Ковалев в окружении почетных граждан нашего города. Там была народный учитель России Екатерина Филиппова, герой Советского Союза Альберт Евдокимович Слюсарь, человек, за голову которого в Афганистане в свое время душманы предлагали несколько сот тысяч долларов. Это гордость Рязани, это гордость России. Рязанские профсоюзы на страже социальных гарантий! До кратства 1 мая! Ура, товарищи! У Единой России сегодня, конечно, очень интересная колонна, которую возглавляют вот такие вот ростовые куклы, медведи. Медведь, как известно, символ Единой России. И это, наверное, самая большая колонна, но оно и понятно, Единой России самая большая политическая партия Российской Федерации, соответственно, самая большая политическая партия Рязанской области. Более 15 тысяч рязанских единороссов активно участвуют в реализации 20 партийных проектов в сфере здравоохранения, образования, государства, мизического культура и спорта в сфере здравоохранения духовного наследия. Прекрасное настроение, прекрасное настроение, ну и вот самая многочисленная колонна, колонна с Российской политической партии «Единая Россия» и ее лизанского отделения на площади. Регионального отделения партии «Забота о людях» Сегодня члены и сторонники партии, активисты молодой гвардии «Единой России» Вышли на праздничные первомайские демонстрации во всех муниципальных образованиях региона, демонстрируя солидарность и желание сделать Рязанский край процветающим. «Сильная Россия! Единая Россия! Ура!» Вот так и хочется поддержать ведущего и прямо здесь, из студии, крикнуть «Ура!» Это молодая гвардия, молодежное крыло «Единой России» «Единой России! Ура!» Аркадий Фомин, лидер партии «Единая Россия» во главе партийной колонны, вместе с ним депутат областной думы Юрий Еременко, депутат городской думы Владимир Швецов Рязанский муниципальный район идет вслед за колонной «Единой России», самый близкий к областному центру район «Ура! Ура! Ура!» В колонне Рязанского муниципального района, я увидел, ее разглавляет глава района Виктор Николаевич Бронькин А это вот «Единая Россия», настолько большая колонна, что никак не пройдет она площадь Ленина «Физической культурой и спортом в Рязанской области занимаются более 300 тысяч человек» Рязанские спортсмены в олимпийской форме, потому что Олимпиада Сочи была главным спортивным событием этого года «Колонна Рязанского района» 800 лидеров-преподавателей. Каждым годом увеличивается число детей и подростков, активно занимающихся физической культурой и спортом. На территории города Рязани активно функционируют 18 спортивных школ, в которых культивируется более 37 видов спорта. Рязанские спортсмены завоевали 466 медалей всероссийского и международного уровней. 133 награды завоеваны рязанскими паралимпийцами. Самыми крупными спортивными успехами 2017 года стали победы наших спортсменов на олимпийских и паралимпийских играх в Сочи. Лычник Илья Черноусов стал бронзовым призером в марафонской гонке на 50 километров. Студент Михайловского экономического колледжа Александр Пройков стал паралимпийским чемпионом в лыжных гонках. Уроженка Рязанской области Смеплана Коновалова завоевала золото паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. «Приветствуем сторонников здорового образа жизни! Ура!» Ну, вы все слышали сами. Рязанскому спорту в этом году есть чем гордиться. «Олимпийская вершина! Вперед, Рязань! К новым победам! Ура!» Все праздничнее и праздничнее становится на площади. Вот та атмосфера, которая сейчас царит, я надеюсь, посредством нашего телеканала. Уважаемые друзья, приходят и в ваши дворы, в ваши квартиры. «Олимпийский дворец спорта Олимпийский». «Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся! Ура!» А вот колонна работников культуры сейчас находится на площади Ленина. «Олег Иванович Ковалев, почетные граждане Рязанской области и города Рязани, ветераны труда приветствуют колонну работников культуры города Рязани!» 2014 год объявлен в России Годом культуры. Рязанская земля всегда славилась своими культурными традициями и достижениями. В преддверии Года культуры наши театры успешно участвовали в 10 фестивалях, поставили 20 новых спектаклей. Уже в июне 2014 года театр «Кукол» планирует отправиться на гастроли в Республику Крым, в города Севастополь и Симферополь. «Рязанские театры всегда ждут своих зрителей. Первомайский привет работникам театров города Рязани! Ура!» На площадь вступает колонна общественных объединений, которые объединены в своих рядах представители более 40 социально ориентированных и национальных общественных организаций. Наш первомайский привет представителям общественных организаций Рязанской области! Ура! Открывают шествия сотрудники и волонтеры Дома общественных организаций Рязанской области, который за короткое время стал публичной площадкой для всех общественных объединений города и области. «Спасибо вам за вашу силу духа! С праздником весны и труда! Ура!» «Продолжаем шествие представители ветеранских организаций города Рязани! С вами главным делом они считают воспитание подрастающего поколения! Вы сами видите, десятки тысяч, это даже не тысячи, это десятки тысяч людей на площади Ленина. В телекомпании «Город» тоже работают представители Содружества национальных культур, поэтому для нас эта колонна особенно приятна и актуальна. для отдельных представителей нашей телекомпании. А сколько орденоносцев в толпе, да? Сколько орденоносцев в колоннах! А вот колонна политической партии ЛДПР, которую возглавляет координатор регионального отделения партии Денис Никитин, здесь же депутат областной думы Александр Шерин. Колонна ЛДПР не настолько многочисленная, как Единой России, но тоже значимая. «Первомайский привет представителям политических партий России! Ура!» «Первомайский привет представителям рязанского здравоохранения!» Колонна ЛДПР очень патриотична. Крым, добро пожаловать! Ну, ЛДПР было, скажем так, в Аргигарде тех, кто, скажем так, тестировал крымский вопрос. ЛДПР за Великую Россию! Ну что ж, приятно, приятно, согласитесь видеть такие лозунги за Великую Россию от представителей абсолютно всех политических партий, которые проходят сегодня по центральной площади нашего вечного, древнего и юного города. Великую помощь оказывают более 500 фельдшерско-акушерских пунктов. «Приветствуем сотрудников больниц города, областной клинической больницы, клинической больницы и башни, кардиологического диспансера, больницы скорой медицинской помощи, областной детской клинической больницы имени Дмитриева». Пусть в нашем доме маленькие жители почувствуют заботу и тепло. В халатах белых ангелы-хранители их нежно принимают под крыло. Мы пред любой болезнью и обидаю поднимемся спасительной стеной. Недаром же прочепною элитою зовут нас на Рязанщине Розной. Ну что ж, за врачей. Два коротких, один протяжный. Ну а сейчас попросим наших журналистов. Петра Завишо, который работает... Ой, какая коляска, какая коляска замечательная в воздухе. Я прошу прощения, сейчас попросим Петра Завишо, который работает на площади. Если у него есть возможность пообщаться в прямом эфире с кем-то из людей, проходящих в колоннах, то мы такую возможность сейчас ему предоставим. Если есть прямое включение, пожалуйста, сообщите. Пока продолжаем смотреть, рассматривать, скажем так, праздничные колонны. Петра Завишо, почет и уважение! На площадь вступают представители муниципальных предприятий. Рязанский водоканал сегодня одно из крупнейших предприятий жилищно-гуманальной сферы нашего города. Это почти полторы тысячи сотрудников, много семейных трудовых гимназий, множество, ну, серьезных студентов. Я вот хочу добавить к этому представлению Рязанского водоканала, то, что на трибуне среди почетных граждан города находится Иван Васильевич Татанов. Ну, буквально символ Рязанского водоканала. Человек, при котором для Рязанского водопровода было сделано очень много и не случайно. Именно Иван Васильевич Татанов стал почетным гражданином города. Вот он сейчас тоже находится на трибуне и приветствует своих коллег, своих молодых коллег. Иван Васильевичу особенный привет и поздравление в этот день. Ну что ж, мне сообщают, что у нас сейчас готово интервью. Рядом с Петром Завишо находится Валерий Николаевич Шацкий, директор Рязанского театра «Кукол». Театр «Кукол» поедет на гастроли в Крым. И сейчас, Петр, пожалуйста, тебе слово спроси Валерия Николаевича, как настроение. Итак, праздник продолжается. Видите, проходят колонны. Сегодня очень ярко все, очень нарядно прошли олимпийцы, наши паралимпийцы. Ну а вот пока колонны идут, рядом со мной Валерий Николаевич Шацкий, очень известный человек, художественный руководитель нашего театра «Кукол» и почетный гражданин области и прочее, и прочее, и прочее, как про вас говорят. Валерий Николаевич, как вам сегодняшний праздник? Да замечательный. С праздником, дорогие рязанцы. Но замечательный праздник, замечательный день, чудесный просто. Нам приятно то, что сегодня Рязанский театр «Кукол» на доске почета Рязанской области. У нас впереди много дел замечательных, праздничных и непраздничных, всяких. Но у нас предстоят еще гастроли в республику Крым, который вернулся в наше российское лоно. Один из первых театров «Кукол», который посещает этот, так сказать, замечательный край. Мы готовы, полны сил, оптимизма. Сегодня видеть приятно радостные лица людей. Настоящий хороший, добрый весенний праздник. И хочется сказать счастья, здоровья, успехов всем рязанцам. С праздником! Да здравствует Первомай! Валерий Николаевич Шацкий, почетный гражданин области. Спасибо. Спасибо большое Петру, спасибо Валерию Николаевичу. Ну, вы сами все чувствуете, дорогие друзья. Какое настроение в этом году в Рязани на Первомайе. Какое замечательное, хорошее настроение. Колонны стали чуть поменьше, да, потому что это уже идут отдельные предприятия. Но в целом у меня вот такое ощущение, ну, что 1010-15 через главную площадь нашего города прошли. Вот с такими замечательными украшениями идут рязанцы, дети на плечах у отцов, воздушные шарики, велосипедисты. Ну, просто здорово, просто здорово. Сегодняшний Первомай во многом организован стараниями работников управления культуры администрации города. И нужно отметить действительно большую роль этого управления городской администрации. Большое им спасибо. Ну, а вот у нас предприниматели Рязанской области, те люди, казалось, которые бы пассивны, которые вдалеке от каких-то вот таких массовых мероприятий. Но и они сегодня вышли на Первомайскую демонстрацию, и они здесь, в этих рядах. А вот артисты, артисты в русских народных костюмах. Колонна РЖД прошла, вот сейчас увидел знакомое лицо. Вот Рязанская чайная фабрика. Ну, кого только нет, кого только нет на площади. Господи, давайте послушаем ведущих тех, которые находятся на площади Ленина, их комментарии и их приветствия. А мы на площади Ленина в компании зажигательных рязанцев МЕДА. Студенты, как сегодня настроение, как праздник, что знаете о празднике? Отлично, о празднике мы знаем, что для нашего университета это традиционное мероприятие. И каждый год мы выходим на Первомайскую демонстрацию, чтобы показать, как наши отношения к празднику мира, труда и мая. Сегодня много кого награждали, и что можете сказать о них? За что? Кто-нибудь знает? Так, как вы готовитесь к Дню Победы, расскажите. У нас существуют медицинские отряды, которые занимаются помощью, оказанием помощи для ветеранов, реализуются концерты для ветеранов. И также мы выходим на... Ну, в гости, наверное, заезжайте. Смотрите, как живут. Проходят волонтеры, ходят в гости к ветеранам и поздравляются с этим праздником. А с каким настроением вы сегодня пришли? Как вы оцениваете, как люди воспринимают все это шествие, красоту, ярко? Настроение у всех отличное, все радостные, все довольные. Несмотря на то, что мы рано проснулись, все равно все пошли на это замечательное мероприятие. Народ на улицах смотрит, у всех настроение отличное. Всплочает, как думаете? Да, конечно. Ну, а теперь самое главное, вы же у нас активные ребят. Какая-нибудь кричалка наверняка есть, лозунг, девиз, стимул нашим телезрителям. Расскажите. Ну, на самом деле, нет никакой какой-то суперособенной кричалки. Первое мая здесь как бы издревле уже мир трудмай. Тогда дружно поздравляем. Три-четыре. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Поздравляем!